Во вторник в Иванове при исполнении служебных обязанностей был жестоко избит инспектор ДПС. Двигаясь по маршруту патрулирования, полицейский увидел на проспекте строителей областного центра ДТП и остановился, чтобы выяснить, что произошло. При выяснении причин обстоятельств этого происшествия были нанесены телесные повреждения данному сотруднику. Сотрудник был доставлен в больницу, на сегодняшний момент находится под врачебным наблюдением. На вопрос, почему инспектор патрулировал город в одиночку, без напарника Дмитрий Костерин ответил журналистам, что никакого нарушения техники безопасности в этом нет. Обычное дело. У нас есть 186 приказ, он предусматривает несение службы в парном наряде только на дорогах вне населенных пунктов. Объясню, почему. Нас ругают, что нет, у нас мало нарядов ДПС. Решение принималось еще 2-3 года назад, когда мы для увеличения плотности нарядов расставляли их на пешеходных переходах, на регулируемых. И для того, чтобы охватить массу, так сказать, эти пешеходные переходы, сотрудники работали благополучно до этого момента. Это не в нарушении никакой методики. То есть инспектор имел право нести в одиночном порядке, согласно утвержденной постовой ведомости, нести службу. Пока пострадавший в сознание не приходил, находится в областной клинической больнице, куда был доставлен сразу после происшествия. Больной поступил вчера с черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, вдавленным переломом височной области. Была выполнена операция в срочном порядке. В настоящее время состояние пациента тяжелое, стабильное. В настоящее время имеется незначительная положительная динамика, находится сейчас на самостоятельном дыхании. Сразу после инцидента история с избиением начала активно обсуждаться в интернете. Так, пользователь Владимир 037 сообщил, что полицейский сделал замечание группе молодых людей, которые поставили автомобили на проезжей части и мешали движению остальных транспортных средств. На замечания инспектора молодые люди отреагировали ударом, битой по голове. После чего избили ногами и оттащили его на обочину. Конец цитаты. Свидетели произошедшего подтверждают, что нападавших действительно было несколько. Было там три человека, кавказской национальности. А кто человек? И как получилось так, что проезжали водители, видят, что избивают сотрудники ГАИ, никто не останавливался и оказал в помощи. Вот это самый главный вопрос. Председатель Ивановской областной думы Сергей Пахомов, отвечая на комментарии блогеров, написал следующее. Цитата. Бред несут в ленте, бейсбольные биты и избиения ногами не было. Был удар, есть тяжкие последствия. Семья сама привела вечером виновного в УВД. Пахомов также добавил, что никто никого отмазывать не собирается. Будет наказание по полной. Сейчас по подозрению в совершении указанного преступления задержан 18-летний молодой человек, житель Иванова, он не учится, не работает. И в настоящее время вот сейчас проводится его допрос. И выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Естественно, будет затем решаться вопрос об избрании меры пересечения, о предъявлении обвинений. Ну, это после установления всех обстоятельств после допроса. Как злоумышленника подозреваемого, так же, как свидетелей. Расследование дела продолжается тот максимум, который мы можем сказать в настоящее время. Есть еще немаловажная информация. Несмотря на то, что официально фамилию подозреваемого правоохранительные органы не озвучивают, заявлением по этому поводу выступил депутат Ивановской областной думы Телман Фероян. В кратком интервью агентству Интерфакс он заявил, цитата, «То, что случилось, это большое несчастье для меня и моей семьи. Это позор и шок. Мне горько, что мой сын так поступил». Конец цитаты. А между тем, вчера неподалеку от места аварии в московском микрорайоне установили и осветили крест-камень – знак дружбы между русским и армянским народами. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иванова.